Ну вот смотри, мы, в твоем понимании, мы встречаем это уже, получается, третье лето там, да? Мы встречаем это третье лето в худших, вот что лучше, что худше, как бы, да? В сравнении с 22-м годом. Ну вот смотри, поменялась на самом деле определенная наша парадигма восприятия ситуации. В 22-м году летом мы все были еще более-менее свежие, задорные, неуставшие. У нас не было ничего, по сути дела. Начали тогда приходить первые там три семерки гаубицы 155-го калибра, какое-то небольшое вооружение. Да, приходить стали там Джовелины, Карл Густав, другие какие-то вещи. Вот, ну, это было не разнообразное оружие. Это было достаточно одноцелевое оружие. Его было сравнительно немного. Мы ни на что не надеялись, и мы просто бились, имея в виду то, что было. Потом начались определенные поставки. Поставки, к сожалению, гораздо меньшего объема и наименований, что лично мы бы хотели видеть у себя. Но они были. То есть, так или иначе, мы стали привыкать уже к западной технике. И вот сейчас, когда, ну, не скажу прекратилась, скажу так, притормозилась помощь Запада, то наши позиции получаются, вот, с моей точки зрения, хуже. Повторюсь, тогда у нас не было надежды на что-либо серьезное. Потом мы что-то стали получать. Сейчас у нас этого нет. А мы уже знаем, как с тем, что было воевать, как быть более эффективными, что использовать, как использовать. Мы знаем слабые и сильные стороны каждого вооружения, которое нам приходят из Запада. И вот сейчас, к сожалению, произошел вот этот вот прорыв, в плане, не прорыв, а наоборот, пауза в поставках. И вот сейчас это будет сложнее нам, если эти поставки не возобновятся какие-либо. Вот здесь получается, я думаю, что лето 24-го будет, ну, более жесткое для нас. Все-таки 22-е, мы держали рубежи, мы понимали, что так или иначе мы будем отходить на каком-то этапе. Мы это знали. Ну, мы знали, что нам не удастся удержать тогда Северо-Донецк, там, где мы были, Лисичанс, там, где мы были. Вот, это было объяснимо внутри нас, и мы это понимали. Но нам, надо, повторюсь, было держаться как можно дольше на тех рубежах. Так, прошлым летом, ну, что, прошлым летом были определенные бои. Ну, прошлое лето, это, по сути дела, наш контрнаступ, который не пошел так, как хотелось бы. И самые моменты прошлым летом были, это Бахмутское направление, Запорожское направление, ну, и Авдеевское направление. В принципе, Купенск был, в большей степени Купенское направление, не стрелковые бои, там, прорывы и так далее, а больше было, там, снарядометание с двух сторон, туда-сюда. Этим летом мы видим полностью оживление фронта везде, по всей линии, начиная с Харьковской области и заканчивая вниз туда, с Запорожской, еще ниже. Они туда привезут еще больше людей, они привезут различную технику, вот, неважно, какое годы, это старая техника, новая техника, они ее туда обязательно будут везти, расконсервировать, что-то изготавливать, привозить. Поэтому я думаю, что это лето будет очень тяжелым для нас.